Уважаемые дамы и господа, начинаем совместную пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Индии. Добрый день. Мы провели переговоры с моим индийским коллегой, субраманиумом Джай Шанкаром, конструктивно и полезно. Это наша первая полноформатная встреча с господином Джай Шанкаром в его качестве нового главы внешнеполитического ведомства Индии. Мы договорились сегодня о том, как нам и далее наращивать наше особо привилегированное стратегическое партнерство, в том числе во внешнеполитической сфере. Это партнерство является самоценным, но не подвержено каким-либо конъюнктурным колебаниям и активно поддерживается на самом высоком уровне в ходе регулярных встреч президента Путина и премьер-министра МОДИ. В прошлом году они уже пять раз встретились, а в текущем дважды. И мы сегодня основное внимание уделили подготовке визита премьер-министра Индии Нарендра МОДИ в Российскую Федерацию для переговоров с президентом Путиным и для участия в пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в качестве главного гостя. Мы предметно обсудили содержательное наполнение этого визита и пришли к выводу, что мы на верном пути. Констатировали позитивную динамику торгово-экономических связей. По итогам прошлого года объем товарооборота вырос более чем на 17%, превысил или достиг почти 11 миллиардов долларов, и хорошие темпы сохраняются и в этом году. Подробнее господин министр рассмотрит вопросы нашего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия на предстоящей сегодня, после нашей встречи, его встречи с вице-премьером Юрием Борисовым в качестве сопредседателя Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. У нас общая позитивная оценка состояния и перспектив военно-технического взаимодействия, включая возможности расширения совместного производства современных видов вооружений. Договорились наращивать и многоплановую кооперацию в сфере освоения космоса, в сфере ядерной энергетики, в других высокотехнологичных областях. С совпадающих или весьма и весьма близких позиций мы обсудили ключевые проблемы глобальной и региональной повестки дня. Мы едины в необходимости выстраивания межгосударственного диалога на принципах устала ООН при уважении права народов на самостоятельный выбор модели развития. У нас тесное сотрудничество и координация в рамках ООН в 20-ке по линии БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Тройки, Россия, Индия, Китай. Рассмотрели мы и ряд специфических вопросов, включая необходимость интенсифицировать работу в формате России, Индии, Иран по созданию международного транспортного коридора Север-Юг. Соответствующие ведомства продолжают предметные консультации по этой теме. И отметили также, что углублению торгово-экономического взаимодействия с Нью-Дели является в фокусе внимания Евразийского экономического союза. На сегодняшний день выполнены все необходимые процедуры для начала переговоров, официальных переговоров по заключению соглашения между Евразес и Индией о создании зоны свободной торговли. Скорейший запуск соответствующего переговорного процесса будет важным этапом на пути взаимодействия между Индией и Евразес. В целом, итоги встречи подчеркивают, как я уже сказал, особо привилегированный характер нашего стратегического партнерства. У нас есть с обеих сторон твердое намерение выполнять установки президента России, премьер-министра Индии на углубление этих отношений. Благодарю вас. Господин министр, дорогие коллеги, дорогие представители прессы. Я очень рад быть здесь, в Москве. Мы только что завершили очень хорошие переговоры. Они были конкретными, насыщенными. Как вы знаете, традиционно у нас очень тесная консультация между Индией и Россией. У нас глубокое понимание по региональной и по международной повестке дня. Это и есть основа нашего особо привилегированного стратегического партнерства. Господин Лавров говорил о том, какие у нас стабильные отношения на протяжении многих лет. И именно об этом я и написал в Твиттере, когда приехал в этот город, в Москву. Я сказал, что впервые я побывал здесь 40 лет назад. И хотя мир значительно изменился с тех пор, наши отношения остаются надежными и стабильными. Несмотря на все изменения, мы провели регулярные консультации между министрами иностранных дел по приглашению министра иностранных дел Лаврова. Мы готовы и к ежегодному саммиту Россия-Индия, который пройдет во Владивостоке через неделю. Мы видим, что мы удовлетворены ситуацией по подготовке. Мы надеемся хороших результатов от Владивостокских переговоров для того, чтобы обсуждать сотрудничество по политическим, экономическим вопросам, по военно-техническому сотрудничеству, ядерной энергетике, космосу, взаимосвязанности. Господин министр перечислил также многие из этих сфер в своем выступлении. Я буду обсуждать экономические аспекты нашего сотрудничества чуть позже с заместителем председателя правительства. Во время наших консультаций мы обсудили ряд региональных и международных вопросов. Мы обсудили Ближний Восток, мы обсуждали и другие регионы, как мы можем сотрудничать в рамках ООН. Я воспользовался случаем нашего своего визита и рассказал министру о недавних законодательных изменениях, которые произошли в связи с Джаму и Кашмиром в Индии. Мне кажется, по этому вопросу я увидел полное понимание со стороны России, что это внутренний вопрос и что наши вопросы с Пакистаном должны обсуждаться в двустороннем порядке. В целом, я считаю, что это была очень хорошая встреча. Мне кажется, она прошла традиционно для наших отношений. Хочу поблагодарить министра за возможность приехать сюда. И, конечно, надеюсь работать вместе для того, чтобы повысить уровень нашего взаимодействия. Большое спасибо. Перед вопросом, пожалуйста, информационное агентство «Азия Ньюз». Саид Афганская информационная агентство «Азия Ньюз» и телевидение «Арзу». Мой вопрос к господину Лаврофу. Как вы можете прокомментировать недавнее заявление Дональда Трампа о том, что в определенный момент Россия и Индия придется бороться с террористами в Афганистане? И мой вопрос к господину Дяшанкару. В ВСМИ появилась информация о том, что движение «Талибан» и США собираются подписать мирный договор. Я бы хотел узнать позиции Индии по данному вопросу. Спасибо. Борьба с терроризмом, с подпитывающим его наркотрафиком – все это в центре нашей позиции по Афганистану. И цель всех наших усилий, которые мы предпринимаем и в московском формате, и в рамках деятельности «Тройки» – Россия, США, Китай, к работе, которую мы хотели бы подключить и другие страны, включая Индию, Пакистан, Иран. Все эти усилия нацелены на то, чтобы содействовать такому политическому урегулированию в Афганистане, которое было бы приемлемо всем основным этноконфессиональным политическим группам, которое опиралось бы на общенациональный консенсус и которое исключало бы угрозы терроризма, экстремизма, наркобизнеса, исходящие с территории Афганистана. Это позиция, которая совпадает с основными подходами наших индийских друзей и большинства других стран, которые участвуют в работе по содействию, достижению такого урегулирования. Мы в более уже предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана. Пока еще, конечно, они не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы, поэтому такие усилия должны продолжаться. И, безусловно, борьба с терроризмом должна проводиться без каких-либо двойных стандартов. Вы знаете, что в силу целого ряда причин, включая развязанные Соединенными Штатами, их союзниками войны в Ираке, в Ливии, в Сирии, так называемое исламское государство уже расползается по другим странам, в том числе и в Афганистан, где игиловцы пытаются окопаться на севере и пытаются создать там плацдарм для проецирования своей деятельности на Центральную Азию, на наших союзников Центральной Азии. И есть беспокоящие сообщения, которые давно уже появились, и они не исчезают, о том, что некоторые наши западные коллеги проявляют двойные стандарты в отношении этой запрещенной Советом Безопасности террористической группировки, пытаются использовать их для достижения своих односторонних геополитических задач в Афганистане. Мы, я не буду вдаваться в детали, но мы такую дискуссию ведем с соответствующими государствами, и могу лишь заверить, что в том, что касается российско-индийских отношений, в части, касающейся афганских проблем, у нас здесь практически полное совпадение позиций, и мы сегодня договорились продолжать тесную координацию по этой теме. Спасибо. Что касается вопроса, которого вы задали, конечно, есть обсуждения, переговоры, которые идут между США и правительством Афганистана и с Талибаном, есть переговоры, которые проходят и в других форматах, включая московский формат, это переговоры по Афганистану. Что я могу сказать с точки зрения индийской позиции? Чтобы мы поддержали, чтобы мы хотели увидеть, это демократичный Афганистан, стабильный Афганистан и независимый Афганистан. Мы всегда считали, что будущее Афганистана должно быть определено процессами, которые будут проводить сами афганистанцы. Мы поддерживаем многие усилия по гуманитарной помощи в Афганистане. Мы давно этим занимаемся, мы поддерживаем разным образом население Афганистана. Сегодня с моим российским коллегам мы провели детальное обсуждение по этой теме, и мне кажется, мы разделяем множество общих позиций. Мы озабочены некоторыми вопросами в ситуации в Афганистане. Конечно, мы продолжим обсуждать эту тему между собой в дальнейшем. Пожалуйста, телеканал «Раштудэй». Спасибо, Масархасан «Раштудэй». Сергей Викторович, как в России оценивается или рассматривает сенсативу Франции по Ирану, что облегчит санксихронный режим против Иранской республики? Господин министр, к вам вопрос. В Индии, как известно, покупают немало нефти у иранцев. Вот эта напряженность вокруг Ирана повлияло на объем покупаний вам нефти? Спасибо. Относительно инициатив, которые сейчас французское руководство выдвинуло по преодолению кризиса вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, был подробный разговор президентов Макрона и Путина в Бергансоне неделю назад. На таком, внеочередном российско-французском саммите президент Путин поддержал предложения президента Макрона, направленные на то, чтобы восстановить жизнеспособность совместного всеобъемлющего плана действий и всех договоренностей, которые в нем закреплены. Что касается конкретных шагов на этом направлении, я не буду на них подробно останавливаться, это все-таки еще процесс переговоров, процесс доверительных консультаций, то такие шаги, конечно же, будут успешными в том случае, если будут приемлемы для всех участников совместного всеобъемлющего плана действий, включая Истамскую республику Ирана. Мы будем готовы содействовать достижению такого результата. Что касается той части вопроса, которую вы задали мне, вы знаете, Индия – это страна, которая большинство энергоресурсов импортирует, большую часть нефти, и, очевидно, для нас возможность получать энергоресурсы стабильно и предсказуемо, и по доступной цене это крайне важно. Поэтому любые изменения в такой ситуации, конечно, нас заботят, и мы готовы улучшать ситуацию. Мы считаем, что наша способность получать нефть и другие энергоресурсы из-за рубежа стабильно и предсказуемо, мне кажется, это крайне важно. Это одна из тех тем, которые мы обсуждали сегодня по поводу энергосотрудничества между Индией и Россией. Это также поддерживает нашу энергобезопасность. Пожалуйста, агентство ТАСС. Агентство ТАСС Лео Тураянова. Вопрос к господину Джейшанкару. Будут ли в рамках саммита России и Индии, какие будут соглашения, подписанные в рамках саммита России и Индии во Владивостоке, и будут ли среди них новые контракты в сфере ВТС? Спасибо. Мне кажется, если вы приедете во Владивосток, то вы получите ответ на свой вопрос. Мне кажется, это прекрасное место. На этом этапе я могу сказать, что мы активно готовимся, и мы относимся очень оптимистично к тому, что будет целый ряд документов по сотрудничеству, которые мы будем обсуждать. Мне кажется, военно-техническое сотрудничество – это очень важная часть наших отношений. У нас и много других секторов, и много других отраслей, где сотрудничество между Россией и Индией очень активно. Пожалуйста, подождите, и вы скоро получите ответ на свой вопрос. А, пожалуйста, если есть еще вопросы, да, индийские коллеги, пожалуйста. Деба Смита Молик, Утарбанга Санббад, Индия. Газета Утарбанга Санббад. Вопрос вам, Сергей Викторович. Во время грядущего российско-индийского саммита и экономического форума вы собираетесь обсуждать новые сферы двустороннего сотрудничества, собираетесь вы популяризовать отечественную продукцию, российскую продукцию в Индии, например, сыр, мед, травы и другие товары для потребителей, которые могут найти свой рынок в Индии. Большое спасибо. Спасибо, что упомянули сыр среди достижений российского сельского хозяйства. Это говорит о том, что политика импортозамещения не только работает в России, но уже получила признание во всем мире, по крайней мере, в крупнейшей демократии современного мира. Вы знаете, мы не нуждаемся в том, чтобы специально популяризировать нашу продукцию в Индии, потому что индийские партнеры очень хорошо знают российский рынок. У нас очень тесные контакты по линии соответствующих министерств, ведомств, по линии частных компаний, государственных корпораций. И рынок друг друга очень хорошо изучен. И о наших возможностях в тех или иных областях, а не только в сыроварении и в производстве меда, но и в высокотехнологичных отраслях индийские партнеры очень хорошо информированы. Более того, уже не один год целый ряд проектов реализуется по использованию российских технологий в Индии, в том числе и в гражданской области, и в военно-технической области. Мы стараемся в полной мере учитывать программу, которую премьер-министр Моди выделил, которая называется «Делай в Индии». Мы с удовольствием прорабатываем конкретные проекты. И я думаю, что саммит в Владивостоке, который состоится на полях Восточно-экономического форума, принесет дополнительные конкретные результаты в этой связи. Спасибо. Уважаемые коллеги, дамы и господа, если больше вопросов нет, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие.